В 2024 году одним из самых обсуждаемых фильмов стал боди-хоррор «Субстанция». Этот фильм буквально захватил социальные сети, став вирусным в тиктоке и инстаграме. Многие пользователи выкладывают видео, что не могут до конца досмотреть фильм, и прямо посреди сеанса выходят из зала. А некоторые наоборот, считают, что этот фильм получился ярким и с очень провокационными идеями. Этот смелый проект, снятый французским режиссёром, бросает вызов общепринятым стандартам красоты и делает это с невероятным стилем. Режиссёр, изучая абсурдность мировых идеалов красоты, наполняет фильм дерзостью, чёрным юмором и телесным ужасом. Субстанция не просто стала темой обсуждения на Каннском кинофестивале и в интернете, о фильме будут говорить ещё долгое время. В этом видео вы узнаете, про что рассказывает фильм, обсудим, как он затрагивает важные социальные темы, используя элементы боди-хоррора, как конфликт между Элизабет и её молодой версией с Ю отражает нашу погоню за идеалом красоты, навязанную обществом, и мы разберём, почему эта история заставляет нас задуматься о том, насколько жестокими мы можем быть к себе, стремясь к совершенству. Субстанция В субстанции мы встречаем Дэми Мур в роли Элизабет Спаркл, стареющую актрису, обладательницу Оскара, которую увольняют с должности ведущей фитнес-шоу, причина проста. Она больше не достаточно привлекательна для этой профессии. Её босс, сексист и продюсер Харви, небрежно это объясняет, поедая креветки с такой жадностью, что его сцена напоминает короля Денетера из «Властелина колец». Имя Харви явно намекает на определённые типажи, и уже с первых минут зрителю становится понятно, насколько прямолинейным будет послание фильма. Люди – это люди, и я должен давать им то, что они хотят. Вскоре Элизабет получает интригующее предложение – флешку с информацией о загадочном продукте «Субстанция», которая обещает вернуть молодость. Инструкции просты – активировать, стабилизировать, переключить. Без сомнений, Лиззи бросается в этот эксперимент, который обещает вернуть ей всё, что она потеряла. Здесь начинается истинный боди-хоррор. Режиссёр передаёт мучительное преображение героини, наполненное страданиями, шоком и кровью. Вскоре на сцену выходит Сью – новая, моложе и привлекательная версия Элизабет, готовая прожить жизнь вместо неё. С этого момента фильм наполняется яркими, ошеломляющими сценами, которые смешивают красоту, напряжение и хаос, пока всё не рушится. В этот момент становится ясно, что слабонервным зрителям лучше дальше не смотреть, потому что впереди их ждёт нечто более шокирующее. Но вы не переживайте, в этом видео такие кадры вы не увидите. Что за прелестный юный ангел? После того, как Элизабет воспользовалась сывороткой, параллельно из неё появляется молодая Сью, и начинается борьба за контроль над телами и жизнями. Кстати, Сью сыграла актриса Маргарет Коэли. На канале есть обзор сериала, где она была в главной роли и сыграла уборщицу с непростой жизнью. Советую посмотреть, там тоже очень необычный сюжет. Вскоре на передний план выходит конфликт между Элизабет и Сью, где первая теряет контроль над своим телом, а карьера второй стремительно взлетает. Этот сюжетный ход перекликается с идеей портрета Дариана Грея, где тело становится отражением внутренних процессов. Пройдёт у меня всё больше времени, ни секунды, не задумываясь о последствиях. Субстанция исследует такие темы, как дискриминацию по возрасту, мизогиния, это неприязнь по отношению к женщинам и одержимость молодостью, обращая внимание на то, как общественные ожидания могут иметь разрушительные последствия. В центре истории концепция некой экспериментальной сыворотки, которая позволяет людям слишком далеко зайти в своей погоне за вечной молодостью и совершенством. Главные героини, Элизабет и её молодая версия Сью, сражаются с последствиями своего разделённого существования, что превращает фильм в смелую сатиру, критикующую общественные нормы. Роль Деми Мур подчёркивает дискриминацию по возрасту, которая глубоко укоренилась в современной культуре. Молодая версия Сью всегда оказывается предпочтительнее взрослой Элизабет, что отражает навязчивое стремление общества к молодости и красоте. Это напряжение между возрастами создаёт конкурентную динамику между ними, усиливая конфликт и борьбу за контроль над телом. Но фильм намного глубже, чем простое соперничество. Он также поднимает важные вопросы о том, как внешнее восприятие влияет на наши действия и формирует наше «я». Что бы вы сделали, если бы могли создать идеальную версию себя? Пожертвовали бы всем ради безупречности? Рискнули бы своей жизнью, чтобы воплотить мечты в реальность? Элизабет Спаркл сталкивается с этими вопросами, когда её долгая карьера в Голливуде неожиданно обрывается. Её босс Харви решает заменить её на кого-то более молодую и привлекательнее. Оказавшись на распути, Лиззи принимает рискованное предложение – возможность создать идеальную версию самой себя. Мы все ударялись головой об стену в попытках стать лучшей версией себя. Иногда кажется, что прорыва просто не достичь. Но если вы ищете мотивацию и вдохновение, чтобы не сдаваться, загляните на канал True Motivation. Там вы найдёте истории известных личностей, которые пережили самые тяжёлые испытания и вышли победителями. Подписывайтесь на True Motivation, ссылка под видео. И начните двигаться к своей идеальной версии уже сегодня. Субстанция работает по нескольким причинам. Во-первых, это невероятно захватывающее зрелище, которое ставит перед зрителями зеркало, отражающее наши абсурдные стандарты красоты. Идеальная женщина в обществе – это всегда стройная фигура и безупречной кожей. Но и режиссёр разоблачает этот миф, показывая, что монстр, поддерживающий эти нереалистичные стандарты, скрыт внутри нас самих. Нет, 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 я не могу с ней поменяться, особенно сейчас. Кроме того, фильм преподносит важный урок о принятии себя. Пока мы гоняемся за недостижимыми идеалами и пытаемся соответствовать ожиданиям, которые нас не принимают, мы часто не замечаем тех, кто уже любит нас такими, какие мы есть. Режиссёр доносит это через трогательные моменты, которые дают Лизе столь необходимую эмоциональную поддержку. Но достаточно ли этого? Ответ на этот вопрос приходит постепенно, превращая фильм в настоящий хоррор. Она уже началась? Отседать от вас по кусочку. Фильм не боится откровенности, и Дэми Мур раскрывается в своей роли полностью, демонстрируя уязвимость и наготу. В то же время, тело Сью выглядит невероятно красиво и манит к себе. Сатира фильма иногда может казаться чересчур прямолинейной. Однако, персонажу Сью явно не хватает глубины. Она почти не разговаривает, и это мешает сопереживать ей так же, как и Элизабет. Если бы Сью была более многогранной, зрителям было бы легче болеть за обеих героинь, что добавило бы больше напряжения в их борьбу за значимость. Альтернативой могло бы стать их объединение, но вместо этого они конкурируют друг с другом, не позволяя другой женщине стать на пути их собственных амбиций. Кульминация фильма наступает в канун Нового года, когда Сью получает шанс вести крупное шоу. Этот успех может сделать её звездой. После однообразных декораций телестудии и квартиры Элизабет, финальный акт радует переменами в обстановке. Напряжение растёт, но это лишь подчёркивает, насколько первые две трети фильма кажутся плоскими и затянутыми. Однако финал, полный безумия и чёрного юмора, спасает фильм и оставляет сильное впечатление. Ты должна научиться от себя контролировать! Главное правило сыворотки – помните, что вы едины. Этот текст выделен жирным шрифтом на инструкциях. Однако и Элизабет, и Сью забывают об этом, жалуясь на поведение друг друга. Голос на другом конце телефона напоминает им – нет никакого её и тебя. Что вызывает у обеих героинь сильное разочарование. Это важный момент, ведь героини, по сути, должны разделять одно сознание. Сью могла бы выбрать любой путь, но она идёт по стопам Элизабет, что создаёт между ними конкурентную напряжённость, и вновь подчёркивает ловушки общественных стандартов. Все семь дней набивает себе брюхо перед телеком! Помните, нет никаких её или вас, вы одна. Они разделяются не только физически. Их ценности и цели тоже расходятся. Это связано с тем, что они находятся на разных этапах жизни. Младшая версия более эгоистична, в то время как старшая уже измучена своими потерями. Но дело не только в возрасте. Внешние факторы тоже играют свою роль. Социальные стереотипы и ожидания разрушают их единство. Харви, пренебрежительно называя Элизабет уже старой, жестоко её отвергает. В то время как Сью, молодая и полная энергии, становится её заменой. И Харви этому очень рад. Фильм предлагает жёсткий и провокационный взгляд на многие проблемы в современном обществе. История Элизабет Исью – это не просто борьба за молодость и красоту, но и метафора внутренней войны каждой женщины с общественными стандартами, которые требуют вечной молодости. Дэми Мур в одном из интервью точно подметила «Мы можем быть жестокими к себе». И этот фильм демонстрирует, до каких экстремальных последствий может привести такая жестокость. Субстанция не стремится к реализму. Это аллегория, граничащая с абсурдом, где борьба героинь за контроль над своим телом становится символом более широкой социальной борьбы. Инструкция «Помните, что вы едины» подсказывает нам, что Элизабет и Сью – это разные стороны одной личности, но они вынуждены воевать друг с другом за собственное существование. Эта война, конечно, не может закончиться ничем хорошим, ведь в обществе, где молодость ценится выше всего, женщина всегда проигрывает битву с собой в прошлом. Получила сраный Оскар. Когда это было? В 30-х. За Кинг-Конга. Финал фильма показывает, как Сью истощает тело Элизабет, вытягивая из неё последние капли жизни. Эта трансформация хоть и вызывает шок и отвращение, но символизирует наказание за стремление к вечной молодости. Монстр, созданный культурой, диктующий нереалистичные стандарты красоты. И хотя фильм перегружен крайностями, он умело отражает правду, которая и без того достаточно ужасна. Идеальной женщины не существует, а гонка за совершенством разрушает тех, кто в неё вовлекается. Субстанция – это не просто фильм ужасов, а социальный комментарий на тему того, как общество навязывает женщине невозможные стандарты, приводя к саморазрушению. Мы отлично потрудились, но пока что, берегите себя.